Представьте, что у вас есть друг. Ну как друг? Товарищ, даже скорее бизнес-партнер. А у этого партнера есть заводик, например, Свечной. Кстати, довольно прибыльный бизнес на кое-какой территории. А заводик не простой, а акционерный. И вот дождавшись очередного выпуска акций, вы их покупаете. И причем так, немало. Да, конечно, контрольный пакет вам за предприятием не получить, и на решение руководства вы не повлияете. Но пятнадцатая часть имущества ваше, а это шикарно. В общем, бизнес идет замечательно. Еще бы, с таким ходовым товаром. Да и проценты вам капают хорошие. Но в один прекрасный день вы припираетесь под стены завода с канистра бензина и грозитесь сжечь все нахрен. Ваш партнер выходит такой на проходную и с удивлением интересуется. Зачем? А вы ему такое отвечаете. Вот сожгу и все. Ты меня не любишь. Разве этого недостаточно? Ты совсем дурной, спрашивают вас. Тут же и твои деньги. Может, заберешь их сначала? А вы такой. Нет, сожгу и все. А еще акции остались. Можно еще прикупить? Все. Ваш партнер в ступоре. Он не понимает, зачем вам покупать акции завода, которые вы собираетесь сжечь. И порекомендовать вам может только одно. Обратиться к психиатру. Знаете, к чему это я? Россия увеличила вложения в казначейские облигации США на 6 миллиардов долларов. Таким образом, общая сумма купленных Кремлем облигаций составила 88 миллиардов, что делает Россию 15-м по счету крупнейшим держателем казначейских обязательств США. Говоря человеческим языком, Россия заинтересована не в крахе экономики США, а как раз-то в ее росте. А на весь этот ядерный пепел американцы с диким удивлением смотрят, крутя пальцем у виска. С другой стороны, вот бы посмотреть, в чей карман падают дивиденды от этих миллиардов. Хотя это и так понятно. А вы, россияне, как обычно, воюете с Америкой. А нам добренького утречка. Субтитры создавал DimaTorzok